В начале выпуска хочу поблагодарить неравнодушных людей, принявших участие в спонсорской программе от YouTube и оказывающие нам материальную и моральную поддержку. Также помочь продвижению нашего канала вы можете, разместив рекламу своего бизнеса. Благодаря вам мы по-прежнему остаемся независимыми ни от каких политических сил. С уважением, Максим и команда канала Зан Онлайн. Как сообщают источники The Moscow Post, близится отставка главы Калмыкии бывшего кикбоксера Бату Хасикова. Якобы терпение вышло не только у жителей республики, но и у администрации президента. Руководитель региона оказался не в состоянии не то что справиться с проблемами, но даже сформировать собственную команду и наладить диалог с местными элитами. В этом контексте Хасикова сравнивают с главой Хакасии, молодым коммунистом Валентином Коноваловым. В очине которого сегодня разразился скандал с задержанием двух высокопоставленных чиновников по делу, связанному с лесным бизнесом. Того злопыхатели тоже сватают к скорой отставке. В прошлом декабре Коновалов занял предпоследнюю 84-ю строчку национального рейтинга губернаторов России. Уступил он лишь Бату Хасикову, завоевавшему 85-ю позицию. Об этом пишет московский комсомолец. Кстати, после последнего визита в Хакасию делегации из Калмыкии, по вопросу штугашизма, глава Калмыкии Коновалов оказался на поверку ровно такой же марионеткой, как и Бату Хасиков. Коалиция против Хасикова Дошло до того, что парламент Республики Калмыкия Народных Урал вынужден обращаться к президенту, чтобы найти на Хасикову праву. При этом невиданное дело в единодушном порыве против Хасикова объединились фракции «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ. Они написали главе государства открытое письмо, в котором выразили мнение, что Хасиков не способен принимать решения по социально-экономическому развитию региона. Что он не владеет обстановкой и дискредитирует своими действиями не только местные власти, но даже властелина туалетных ёршиков. Отдельной темой в обращении депутатов стала ситуация с коронавирусной инфекцией. В общем-то, это и стало поводом и последней каплей обратиться на прямую главе государства. Но руководители фракции заявили, что Хасиков не справляется с эпидемией COVID-19. В республике сложилась критическая ситуация и глава республики не способен ее улучшить. Да не то что улучшить, он мог даже навредить. В разгар второй полны пандемии Бату Хасиков объявляет республиканский субботник на 26 сентября. И это при масочном режиме и запрете проводить массовые мероприятия по всей стране. Что это? Недомыслие? Вредительство или то и другое? Случай, неслыханный, граничащий с нарушением распоряжений правительства. Более того, подписанцы заявили, что в региональной администрации говорят, что депутаты боятся коррупционных расследований. Лидер фракции Намсыр Манжеев и вовсе назвал Бату Хасикова человеком, не достигшим никаких других результатов, кроме спортивных. Об этом пишет коммерсант. Кричащая нищета Хасиков возглавляет республику с сентября 2019 года, то есть уже полтора года. Что он сделал, кроме того, что получил озлопыхатель и обидное прозвище Физрук? Взять хотя бы госдолг региона, который за год его руководство вырос на 340 миллионов рублей. И на осень прошлого года составил почти 6 миллиардов. То есть по 21 тысяче рублей на каждого из жителей, проживающих там. Считая грудных магненцев и стариков. И в Калмыкии, одном из близнейших регионов страны, несмотря на то, что средняя зарплата в республике должна превышать 30 тысяч рублей, как утверждают авторы сайта «Калмыкия онлайн», якобы листа занял 98 место из 100 в рейтинге городов РФ по уровню зарплат. Как пишет издание «Авиасам», средний уровень зарплат социальных работников в республике 20 тысяч рублей. Работников культуры жалкий 14 тысяч рублей. Учителей, школ, педагогов 13,4 тысячи рублей. Выжить на эти деньги даже на две ставки с доплатами крайне тяжело. Подождите, а как же майские указы президента? В республике кто-то собирается их исполнять? Можно возразить, что за полтора года чудес в Калмыкии не смог бы достигнуть никто. И это весомый аргумент. Только вот что ставит в упрек Бату Хасикову? Не имея внутренних ресурсов, Хасиков не имеет и лоббистских возможностей. Якобы он так и не смог наладить диалог с федеральным центром. Пока в Казани и других городах за считанные месяцы возводят инфекционные больницы с федеральным финансированием, в Калмыкии едва ли строят даже сельские туалеты. И это наталкивает нам мысль, что физрук Хасиков делает все, чтобы в Калмыкии осталось как можно меньше людей. Ситуация в республике близка к критической. Судя по всему, настолько, что в начале февраля 2021 года туда вынужден был наведаться глава Кабмина Михаил Мишустин, чтобы на месте оценить обстановку. При этом программу премьера по его же настоянию включили наиболее проблемные объекты инфраструктуры. Водовод, который не могут построить уже 15 лет, при Хасикове не сдвинулась с мертвой точки ни на йоту, и многоэтажку, разрушенную взрывом газа с живущими в ней людьми. Республика испытывает серьезный дефицит питьевой воды. Ее завозят туда в бутылках. Если в среднем по России доступ к числе питьевой воде имеет 85%, население, то в Калмыкии всего 7%. А в столице региона в Элисте – ноль. Проблему хотя бы отчасти должен был решить Икбрульский водовод, строительство которого началось в 2006 году. Но в итоге этот объект сам стал главной проблемой и настоящим позором республики. Об этом пишет московский комсомолец. За полтора года в этом направлении Хасиков сделал крайне мало, а ведь это был один из краеугольных камней его предвыборной программы. То, чего люди ждали от него в первую очередь. Нет чистой воды, питьевой воды. Куда дальше? В юрты и кибетки. Со взрывом многоэтажки не меньший позор. Случай произошел уже год назад, в феврале 2020 года. Слава богу, никто не погиб. Пострадал лишь один из жильцов – 50-летний мужчина. Порядка 120 жителей пришлось срочно эвакуировать. Мишустин интересовался, прошел год, все ли расселены, всем ли предоставлена государственная помощь. По слухам, с этим все не так хорошо, как пытался представить Хасиков. А жильцы дома продолжают чего-то бояться, предпочитая поджать хвост и ждать от моря погоды, написывая анонимно посты в социальных сетях республики. Зато вместо реальных успехов Мишустину продемонстрировали другие плюсы. Почивали гостя местными пельменями Друг Степей, местными полуфабрикатами Друзья Бегемотики и хлебом для малоимущих Сытный. Если последние еще как-то можно купить, то на мясные деликатесы у жителей попросту нет денег. Вот вам и успехи. Отдельная притча во языцах – кадровая политика господина Хасикова, точнее ее полный провал. Да такой, что дошло уже до роста социальной напряженности и даже несанкционированных акций протеста. Речь в первую очередь о заводе в регион бывшего деятеля ДНР Дмитрия Трапезникова. Последний считается человеком Хасикова, не весь зачем поставленным главой администрации листы. На этот счет у меня есть своя версия. Все госдолжности в нашей стране покупаются, так и должность мэра города. Вопреки всем нарушениям закона, также ушла с молотка, так как жителей по этому вопросу даже не спросили. Выдвинутый Хасиком Трапезников был продавлен Листинским городским собранием с применением мер воздействия и внушающих разговоров в кабинете главы региона. И это не единственный случай, когда ходили слухи, что Хасиков мог давить на народных избранников. Как пишет издание «Волга Каспий» в октябре 2020 года, вице-спикер Народного хурала, лидер фракции «Единая Россия» Саглар Бакенова заявила в открытую, что глава республики Бату Хасиков якобы лично требовал от нее сложить депутатские полномочия, намекая, что в случае отказа у него возможны будут проблемы с правоохранительными органами. Ситуация развивалась как раз на фоне обращения депутатов к президенту с просьбой найти управу на бывшего тикбоксера. Назначение Трапезникова было встречено несанкционированными акциями протеста, которые собрали от 500 до 45 тысяч человек. При численности населения города всего в 100 тысяч. Это если бы в Москве вышло почти 750 тысяч человек. Все митинги прошли мирно. Самое смешное, что во время встречи с протестующими 7 октября Хасиков даже не смог объяснить причин выдвижения Трапезникова и все, что он смог, это агриться на бутылку питьевой воды. Сам Трапезников высказал мнение, что причиной недовольства граждан послужила усталость, накопившаяся у граждан из-за обещаний, которые давали предыдущие руководители города, включая окону Нахашкиева, находящуюся в розыске по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий». По подозрению, в хищении более 2 миллионов рублей. Отчасти это правда так. Только вот что насчет обещания самого Трапезникова и его начальника Бату Хасикова? Бандит из ДНР много чего наобещал, напористо напирая на то, что сделает это за 2 года. Так и заявлял, мол, срок реализации 2 года. Надо сказать, начудил с этим обещания Дима по полной. Остановимся на главных пунктах. Парк аттракционов в парке «Дружба» и аквапарк с круглогодичным режимом. Закадочное предприятие по производству угольных фильтров, бытового и промышленного применения. Жилые 20-этажки. Деловой центр, перенос овощного базара в район Астраханского поста ГИБДД. Зона отдыха на Колонском пруду. Междугородняя автостанция около первого микрорайона. Прибавим к этому 148 умных остановок, так называли затею, с зонами Wi-Fi. Павильонами с банкоматами, табло с расписанием и различные терминалы. Голова кругом пойдет. Но Дима говорил об этом уверенно, как уже о сбывшемся факте. Постоянно подчеркивая, что эти задачи ему ставит сам глава республики. И чуть и отступая к визиту Мишустина, завершиться для Хасикова он должен был неудовлетворительно. В силу всего вышесказанного. И это означает, что Хасиков, говоря спортивным языком, в нокдауне. И похоже, вот-вот упадет нокаут с кресла главы республики. Кажется, жители будут так рады, что не станут даже отсчитывать до десяти. С вами, ребята, с уважением. Команда канала Зан Онлайн. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Даллнхойрхудл. 72 небылицы». Рассказ «Диалог Кемельхын. Приметы 25-го позвонка овцы». И образец гаданий «Даллншиндже. Гаданий по баране лопатке». Представленный в очерке народного поэта-калмыки Константина Эрендженова – это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям. И станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке – «Mendift NB». Здравствуйте, это я. Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обучиях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание. Как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.